Параграф 49. Формы правления. Традиционно выделяют две формы правления – монархическую и республиканскую. Монархию почти всегда определяют как форму правления, при которой глава государства, монарх, получает и передает свой пост по наследству и пожизненно. Республика же – это форма правления, при которой глава государства и все высшие органы власти избираются, либо формируются представительными учреждениями, парламентами, при этом избираются на какой-то определенный срок полномочий. В то же время многие авторы отмечают, что и в том и в другом случае бывают единичные исключения. Например, не все монархи получают свой пост по наследству. Во-первых, в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах монарха выбирают главы субъектов. Во-вторых, что иметь в виду под наследованием, ведь в мусульманской системе наследования, применяемой в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и других, следующего монарха выбирает семейный совет, и именно он имеет право снять монарха с поста. В Свазилэнде следующего монарха выбирает племенной совет Ликока. Есть республики, где власть фактически передается по наследству, например, Северная Корея или Азербайджан. Не все монархи получают свой пост пожизненно. В тех же Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах власть монарха ограничена пятью годами. Есть республики, в которых глава государства получает свой пост пожизненно. Пожизненными президентами официально были Брос Тита в Югославии, Бакаса в Царь и многие другие президенты Африки и Азии, Индонезии, Туниса, Уганды, Экваториальной Гвинеи и так далее. В Северной Корее и Туркменистане пошли дальше, объявив своих лидеров вечными. Для понимания различий между монархией и республикой важно разграничить понятие «источник» и «носитель власти». Источник власти – это институт, которому принадлежит неотъемлемое право управлять государством посредством выбора носителя власти и контроля над ним. Носитель власти – это институт, который реально управляет государством. Таким образом, источник власти передает функции управления государством носителю власти, который осуществляет реальное управление. Форма правления, как политическая характеристика, определяет источник и носителя власти в государстве. Монархии и республики имеют принципиально различающиеся источники власти. В монархии источник власти персонифицирован, чаще всего в лице монарха, как правило, конкретного человека или рода, который передает власть носителю, самому себе или выборным органам власти. В редких случаях источник власти в монархии представлен несколькими людьми – Свази-Лэнд, Андорра. Исторически число форм правления было больше. К монархическим – монократии и республиканским – демократия. Сейчас этот термин обозначает не форму правления, а форму государственного режима. Добавлялась олигархическая – аристократия. Например, период Семибоярщины в русской истории – 1610-1612. Позже, благодаря сходности черт, олигархическая форма слилась с монархической, и сейчас ее не выделяют. В монархической форме правления обычно выделяют абсолютный – Саудовская Аравия, Бруней, Оман, Катар, Оаэ и другие – дуалистический – Иордания, Тонго, Марокко и ограниченный – Испания, Швеция, Великобритания, Япония и другие – типы. Во всех этих типах монархии источником власти остается монарх, и различаются они носителем власти. В абсолютной монархии источник власти – монарх – передает всю полноту власти себе же, и тем самым несет одновременно функции как источника, так и носителя власти. В дуалистической монархии источник власти – монарх – часть функции носителя власти передает себе же, как правило, функции главы исполнительной ветви власти, а часть передает выборным органам власти – парламенту – законодательные функции. В ограниченной монархии источник власти – монарх – передает всю полноту власти носителю власти – выборным органам власти. Часто этот тип называют конституционной монархией. Однако из этого термина можно сделать неверный вывод, что конституционные монархии – это монархии, у которых есть конституции. На самом деле, скажем, у Великобритании – конституционной монархии – конституции нет. В то же время у Саудовской Аравии, Кувейта и других мусульманских абсолютных монархий – конституция есть, и она и закрепляет абсолютную власть монарха. Таким образом, название «ограниченная монархия» кажется более подходящим. На современной политической карте мира к монархиям относятся 11 стран в Европе – Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, 13 стран в Азии – Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, 3 страны в Африке – Лисота, Марокко, Свазиленд, 1 страна в Океании. Тонго. Все остальные страны являются республиками. В республике источником власти является народ, то есть неперсонифицированный коллективный институт. Он передает власть носителю власти, выборным органам власти. Носителем власти в республике может стать и монарх, которому могут быть делегированы какие-то функции управления страной. Вспомните, как Новгородская Веча выбирала князя на служение. В области классификации форм правления можно выделить проблему теократии. Одни ученые считают ее третьей формой правления, другие видят в ней под тип абсолютной монархии. Под теократией подразумевается форма правления, при которой главой государства является глава церковной власти. К бесспорным современным теократиям относят абсолютную монархию Ватикан. К республикам теократиям причисляют современный Иран. Если подойти к вопросу формально, то к теократиям также стоит отнести Великобританию, Данию, Швецию и Норвегию, где глава государства является и главой церкви. Принципиально возможны три схемы отношений между светской и церковной властью. Первое. Когда светская и церковная власть разделены. Такое государство по форме общественно-религиозного устройства считается светским. К светским относятся большинство современных государств мира, в том числе Россия и США. Второе. Когда церковная власть подчиняется светской. Основным свойством светско-церковного государства является наличие государственной религии, то есть светской властью осуществляется патронаж над церковной властью определенной конфессии. К светско-церковным государствам относятся Великобритания, Англиканская церковь, Испания, католицизм, Дания, лютеранство, Болгария, Греция, православие, Израиль, иудаизм, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ислам и другие государства. Наличие государственной религии, однако же, не противоречит реализации принципа свободы совести. В стране наряду с государственной религией свободно существуют и другие религии. Третье. Когда светская власть подчиняется церковной. Такое государство является как раз теократическим. В подобных государствах существует государственная религия. Из современных государств к теократическим можно причислить Ватикан и Иран. Соответственно, и монархии, Ватикан, и республики, Иран, могут быть теократиями. Это доказывает, что теократия – не классификационная группа формы правления, а характеристика государства по иному принципу – по форме общественно-религиозного устройства. Продолжение следует...